он дорогие друзья и гости нашего канала всем привет с вами людмила сегодня продолжаем нашу вторую часть мастер-класса макосин давайте вспомним на чем мы остановились прошлый раз мы провязали вот эти четыре полосы арочек потом полоса у нас закрепляющая такая и две полосы арочек еще и на этом мы остановились сейчас будем вязать далее начнем провязывать боковые узоры значит 4 воздушных петли набираем затем отступаем 3 петли четвертую петлю столбик без накида 4 воздушных петли отступаем 3 петли в четвертую столбик без накида 4 воздушных петли 3 отступаем четвертую столбик без накида это будет уже третья арочка и таким образом мы вывязываем 6 арочек снова 4 воздушных петли 3 петли просто пропускаем четвертую столбик без накида 5 арочка 4 воздушных петли 3 петли пропускаем четвертую столбик без накида и переходим уже к вязанию пяточки вот у нас раз два три четыре пять шесть арочек получилось теперь чтобы пяточку вывязать нам надо отсчитать с обратной стороны туфельки количество петель равное вот этим что нужно для 6 арочек и потом уже вывяжем пяточку из оставшихся петель считаем раз два три четыре первая арка раз два три четыре вторая арка раз два три четыре третья раз два три четыре четвертая раз два три четыре пятая раз два три четыре шестая арочка вот эта петля с этой петли будет начинаться пятка на этой стороне я прикрепила маркер и по нему буду ориентироваться теперь продолжаем вязать пяточку просто столбиками без накида до маркера вот дошли до маркера теперь вот эта петля из которой мы убираем маркер это будет последняя петля столбиком без накида а дальше вяжем узор набираем 4 воздушных петли отсчитываем 3 петли пропускаем в четвертую столбик без накида 1 арка 2 4 воздушных петли 3 пропускаем в четвертую столбик без накида 4 воздушных петли это 3 арка в нас 3 пропускаем столбик без накида в четвертую 4 воздушных петли 3 петли пропускаем в четвертую столбик без накида это будет четвертая арочка 4 воздушных петли 3 петли пропускаем в четвертую столбик без накида 5 арка и вывязываем последнюю 4 воздушных петли затем 3 петли пропускаем и как раз последняя петля вот она перед передом у нас это будет столбик без накида вот правильно посчитали петельки вяжем последний столбик без накида и теперь в петлю из передней части носовой соединительный столбик 1 и из второй петли соединительный столбик еще один два соединительных столбика ряд закончили вязание разворачиваем сейчас будем вязать следующий ряд будем провязывать петли под арочки у нас 6 арочек под каждую надо провязать по 5 столбиков без накида вяжем под каждую арочку пять столбиков без накида Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доходим до узора с другой стороны и последнюю петлю провязываем соединительным столбиком и разворачиваемся назад. Начиная со второй петли вяжем в обратную сторону столбиками без накида до узора. Продолжение следует... И снова разворачиваем вяжем со второй петли до узора с той стороны столбиками без накида. Вот подъем пяточки мы сделали. Теперь опускаемся, тут у нас два ряда, опускаемся одну петлю столбик без накида и на ряд ниже еще один столбик без накида и дальше уже переходим к узору. Провязываем с этой стороны аналогично той стороне по 5 столбиков без накида под каждую арочку. Вязание у нас абсолютно зеркально с обоих сторон. Вот так же точно ножки, вы когда вяжете на правую или на левую ножку, мы все время все вяжем зеркально. То есть все вот как мы вяжем сейчас левую ногу, точно так же вяжем и туфельку на правую ногу. Все в зеркальном отражении только. Единственное, что если размер больше, нога шире, то мы увеличиваем количество петель еще на узор, например, или на два узора. То есть смотрим, какая плотность вязания и высчитываем, сколько нам нужно арочек сделать, какой у нас мыс будет, какая высота бортика у нас будет. Это зависит от размера ноги. Продолжаем вязать до вот этого уголочка. Провязали по последнюю арочку 5 столбиков без накида. Вот у нас угол. Угловую петлю мы не трогаем, а мы сразу в петлю переда соединяем соединительным столбиком. Провязываем еще один соединительный столбик и разворачиваем вязание. Вяжем следующий ряд дальше. Здесь набираем первые 2 воздушные петли и потом в вершину первой арки провязываем столбик без накида. Следующие будут 4 воздушных петли и в вершину следующей арки столбик без накида. Снова 4 воздушных петли и в вершину следующей арки провязываем столбик без накида. 4 воздушных петли и в вершину следующей арки провязываем столбик без накида. И так же в вершину следующей арки столбик без накида. Осталась одна арочка, 4 воздушных петли. В вершину провязываем столбик без накида. И затем вяжем 2 воздушные петли и привязываемся уже к пяточке. Первую петлю пятки столбиком без накида. Дальше провязываем пяточку столбик без накида до узора на следующей стороне туфельки. Вот здесь у нас уже получилось 2 ряда арочек, а на той стороне у нас еще один ряд арочек. Поэтому мы зеркально провяжем еще один ряд с той стороны. Вот дошли до узора и опять так же 2 воздушные петли и в вершину первой арочки столбик без накида. В следующие вяжем 4 воздушных петли и в середину следующей арки столбик без накида. 4 воздушных петли и ввершина следующей арки столбик без накида. 4 воздушных петли и ввершина арки столбик без накида. 4 воздушных петли и ввершину арки столбик без накида. Последние 4 воздушных петли и ввершину арки столбик без накида. И в конце 2 воздушные петли и присоединяемся к первой петле переда соединительным столбиком. Еще один соединительный столбик. Разворачиваем вязание и идем по узору. Под первую и последнюю маленькие арки вяжем по одному столбику без накида, а в средней арке вяжем по 5 столбиков без накида. 1 столбик без накида в эту арочку, в следующую 5. Следующую арочку тоже 5 столбиков без накида. И так в каждую арочку до последней. В последнюю арочку провяжем 1 столбик без накида. 1 столбик без накида. Вот провязываем последний столбик без накида под последнюю арку. И дальше идем по пяточке. Каждая петелька столбик без накида. И так вяжем по пяточке. доходим до узора и здесь начинаем выравнивать край мы вяжем вот там где у нас над арочками по 5 столбиков без накида петлю между арками мы пропускаем с этой стороны точно так же как стоит провязываем по в маленькие арки по одной петле то есть одному столбику без накида и под большие арки по 5 столбиков без накида то есть в зеркальном отражении обвязываем арки и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мы разворачиваться не будем, мы будем продолжать вязать по переду и вот так вокруг по всей окружности. Вяжем столбиками без накида. В углу точно так же мы угловую петлю не трогаем и начинаем с первой петли дальше. Столбик без накида и в каждую петлю столбики без накида до следующего угла. В том углу мы точно так же угловую петлю оставляем и петлю с боковой части, петлю с передней части соединяем столбиком без накида и продолжаем вязать дальше. Вот дошли до угла, берем последнюю петлю передней части и первую петлю боковой части и вяжем столбик без накида до соединяемых. Таким образом у нас не будет резкого угла, будет красивое закругления. Дальше переходим на боковую часть и будем выравнивать узор. В каждую петлю вяжем столбик без накида, но между арками петлю мы будем пропускать. То есть арки у нас были по 5 столбиков без накида, а теперь над каждой аркой будет получаться по 4 столбика без накида. Одна петля, пятая, будет пропускаться. Вот в этом месте мы пропускаем одну петлю, которая между арками и вяжем 4 столбика без накида. Снова петлю между арками пропускаем и вяжем 4 столбика без накида. И продолжаем так дальше и вот такой у нас должен получаться ровненький выровненный край. Это нам не только поможет выровнять край, но еще и немного стянет вверх. Тогда туфелька будет плотнее сидеть на ножке. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok С этой стороны тоже самое делаем. Обвязываем, продолжаем столбиками без накида и пропускаем каждую петельку между арочками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В углу здесь точно так же соединяем эту петлю с первой петлей переда, провязываем столбиком без накида и потом продолжаем вязать перед до следующего угла. ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И сразу не прерываясь начинаем обвязку. Обвязываем рачьим шагом по всему верху по окружности. Вот так назад вставляем крючок в следующую петлю, вытаскиваем нить. На крючке у нас две нити должно быть и провязываем их столбиком без накида. Снова шаг назад в следующую петлю, вытягиваем нить и две нити провязываем столбиком без накида. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая должна получаться обвязочка. Вы можете обвязать как-то по-другому, но мне очень нравится такой край. Очень симпатично смотрится. Потому что туфельки практически ажурные, хорошо бы, чтобы и верх был такой же ажурненький. Вот показываю еще на боковой части рачий шаг. Он очень довольно простой, просто с непривычки может быть сначала неудобно, потому что надо шагать назад. А также вяжется как и вперед, только шаг делаем назад. В общем-то тот же столбик без накида, как вы вяжете вперед его, только вяжется он шагая назад. То же самое. Зато получается очень даже мило. Вот так и довязываем его до самого конца, вот сюда, до этого угла. Здесь заканчиваем обвязку. Оставляем эту петлю открытой и с другой стороны, с изнаночной, вытягиваем эту петлю на изнаночную сторону. И закрываем ее. Все, теперь нить мы можем уже обрезать. Конец этой нити я сейчас спрячу вот сюда. вязание, чтобы его не было видно. Ну вот и все, мы закончили вязать вторую туфельку. Так что наши магазинчики полностью готовы. Теперь их можно только украсить. Друзья, если вам этот мастер-класс понравился, то, пожалуйста, поставьте лайки. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. Их будет много и они будут интересные. Вот. И если есть у вас какие-то вопросы, то не стесняйтесь, задавайте в комментариях. Я обязательно на них отвечу. До новых встреч, друзья!